В честь Дня Победы творческий коллектив драматического театра дал спектакль «Божье дерево». Рассказы, по которым он был поставлен, в годы войны написал Андрей Платонов, советский автор, который сам прошел через боевые действия военным корреспондентам. Подробности в репортаже Никиты Тузова. Наверное, каждая фасоль просто это как пуля в этом спектакле и не так используется. Такую горсть приходится подготавливать и класть в карман перед каждым спектаклем. Исполнитель роли главного героя спектакля «Божье дерево» Евгений Моисеев рассказывает, «Удар фасоли на одно жестяного ведра символизирует не столько выстрел, сколько смерть каждого врага». Кировская постановка «Божье дерево» просто наполнена нетрадиционными для театральной среды решениями. Например, звуковое сопровождение истории, как Степан Трофимов покинул родное село, отправился на фронт и был взят в плен в первой же атаке. Здесь не используется звуковая аппаратура. Актеры сами создают все эффекты. Например, раскаты артиллерийских орудий. Это поочередные удары по листам железа в противоположных кулисах. И даже гостям пришлось сменить свое обычное расположение в зрительном зале. Для зрителей спектакля «Божье дерево» было придумано необычное решение. Их разместили прямо на сцене. Так говорят актеры, диалог получается более теплым и искренним. Общение главного героя со зрителем стало еще одной из отличительных черт спектакля. Оно происходит сразу через двух актеров. Марианна Узун играет Степана Трофимова, который переживает все происходящее прямо сейчас. Степан Трофимов в исполнении Евгении Моисеева – это уже как будто душа бойца, которая пытается найти объяснение тому, что произошло и почему. Привычнее актерской природе, когда ты слышишь про какие-то беды или переживания, это в себя впускать и начинать этим жить. Здесь этого не надо. Вот именно мой образ этого не должен делать. Трогательная история красноармейца Степана Трофимова оказалась на сцене специально в честь Дня Победы. Только за последнюю неделю этот спектакль показали трижды. Вернется ли он в репертуар, пока сказать сложно. Но, судя по затаенному дыханию немногочисленных, но заполнивших весь импровизированный зал зрителей, равнодушным божье дерево не оставило никого. Никита Тузов, Дмитрий Анциферов.